Всем привет, друзья! Хи-хи, видите, это ха-ха. Да, мы играем в игру Marvin Mittens, она основана, скажем так, на фантазиях о зимнем волшебстве маленького мальчика. И, честно говоря, я... Ага, ага, ага. Эту игру решила выбрать именно из-за того, что скоро очень известный вам всем праздник Новый Год. Ну и мне, конечно же, и вам. В Европе уже прошло Рождество, у нас оно только будет с 7 января, а до 7 января мы, конечно же, должны... Чё это такое? Нельзя с ним взаимодействовать? Видимо, нет. А, можно только прыгать по этому. Да. Игру мне подарил Дима, он сказал, что она очень-очень предаст мне, скажем так, новогоднего настроения, за что я ему безумно благодарна. Давайте дальше идти смотреть, пока что у нас тут есть. Игра проходит на одном дыхании, как пишут в Википедии Marvin Mittens, но это будем судить мы с вами в будущем. Так, хорошо. Как мне забраться туда, чуть повыше? Никак, видимо. Хорошо, это, наверное, не предусмотрено. Значит, пойдём дальше. А, нет, вот, всё. Small forest. Мы пришли уже в маленький лес. Что это, дикобраз? Нифига, он прорисован? Так, давай. Ты рисуешь его? О, он нарисовал! Значит, мы будем встречать животных, которые будем фиксировать. Нарисовал одно животное из 11. Очень здорово. Интересно, то есть, кому мы увидим. Надеюсь, мы не встретимся с медведем, знаете, пока у нас будет нападать разъярённый медведь. Я сомневаюсь, что ребёнку стоит продолжать делать рисунки в этот момент. Ну, хотя мне сказали, что игра абсолютная, без каких-либо монстриков. То есть, она на пися, на пися, хорошо сказала, да? Ну, в смысле, на мире построена. Вот, на пися, да? На морковке. Так, а, может быть, вниз надо было спуститься? Блин, мы, наверное, что-нибудь мы да забудем забрать. Вот, сто процентов вам говорю. Как пить дать? Знаю я себя, знаю, насколько я теряюсь обычно в подобных уровнях и... О, пещера! А нужно было идти наверх или в пещеру? Ладно, давайте глянем, что тут у нас. Ничего. А, я поняла, просто, видимо, падать нельзя. Всё, всё, хорошо. Игра без смертей. Так бы сразу и сказали. Без смертей это очень клёво. Люблю, потому что я сливаюсь всегда, ну, как вы уже знаете, да, во многих играх, неважно, шутер это или Марвин Миттонс, мне нравится срываться со скалы и умирать и тому подобное. Хорошо, там делать нечего. Вот мы и разобрались. Значит, будем карабкать всё-таки по левой стороне и перейдём уже вправо. Ах, ой, блин, вот сложно здесь перепрыгивать, потому что... Фиг поймёшь, то ли пацан перепрыгнул, то ли нет, то ли он сейчас разобьётся, вниз упадёт. Ну, пока вроде всё получается. Да, всё хорошо. Ой, снеговик, а ты будешь его рисовать? Нет, парень говорит, не хочет снеговика рисовать. А что у нас здесь? Ага, ага, ага. Понятно, не перебраться, пока поверху не полазишь, отлично. Также здесь наверняка где-то есть саночки, потому что я видела, что на рисунке мальчик думал о санках. Нельзя брать ленточку? Может быть, это как-то можно? Нет, нельзя. Окей, хорошо, договорились, будем просто скакать по веткам. А, сверху нам... О, нарисуй её! Ай, блин, она улетела, да ладно, теперь птичку догонять ещё. А всё из-за того, что Евка криворукая просто промахнулась, и в один прекрасный момент не смогла птичку уловить. Может быть, я недалеко улетела, будем на это надеяться. Так, успеваем, перепрыгиваем, хорошо, ещё. Эй, птичка, вернись, ты где? Здесь нужно спускаться вниз? Ну, я предполагаю, что да. Ой, ой, чуть не разбили пацана. Птичку так и нарисовали, обидно, обидно. Птичка, я так понимаю, очень даже необходима. Куда мы идём, я пока не знаю. Я вижу, что у нас очень много разных снежинок кругом, похожих на блестючки, на светючки, на разные приколючки. О, о, о. Рисуй! Это же лица! Няш-милаш! А, значит, птичку он всё-таки зафиксировал, так скажем, но нам не показали, что она нарисовала. Эй! Лись, это куда спрятались? Разве так можно? Мне кажется, что я какой-то огромный мир прям сверху нас пропускаю, но я могу ошибаться, потому что игра вполне как бы однозначно ведёт меня вперёд, без всяких намёков на происходящее вокруг. Так, Марвин. Ну, Марвин, ну чуть-чуть, давай, с разгона. Нет, не хочет. Ну, гадать, последний раз, последний раз, последний раз не ловилась, всё нормально, не получается. Уходим дальше. Лагерь эльфов. Лагерь эльфов? А это, я так понимаю, задняя рисовка, да, здесь уже не попрыгаешь особо. Ктёный, что ли? Алло? О, привет, ребят! Так, я нажимаю на А. А то, вот это. Привет, сказал Марвин! Эльфы немножко охренели. Может быть, это одни из тех существ, которые невозможно видеть? Чего? Я прослушала, что он сказал. Чё-то он там, по-моему, занят, кажется. Или удивлён. О, он такой маленький. Может быть, поговорите со мной? Хей, хей, пацаны! О, копать. Копать? Нет, у меня нечем копать. Нет, лопаты ничего нету. Это что, это санки, наверное? Парень ищет санки, я так понимаю. Э-э-э, куда, куда меня понесло? Подождите, я понимаю. Э-э, что? А-а-а, я теперь могу выше прыгать, да? Ого! Дабл джамп. Дабл джамп, хотел сказать. Круто. А чтобы летать, можно собирать снежинки. Э-э-э, пасяльный... А, вижу. О, здорово. Нет, ну давай, да ладно. Э-э-э, попала на снежинку. А как мне туда добраться? Нет, вот здесь бежит, так нельзя, так не пойдёт. Нет, как собрать верхние снежинки? Другой такой-нибудь ачивку дадут потом в конце, мол, там, получаешь все снежинки. А, ладно, видимо, нет, всё, короче, мне не суждено собрать все снежинки. Здесь, опять же, можно скатиться на санках, но, на удивление, у нас санок нету. Скорее всего, мы их и ищем. Эльфы дали нам такую прекрасную возможность, мы теперь можем летать, и я не могу ей пользоваться, потому что я как-то криво, видимо. Нет, у меня, видимо, просто ещё пороха в пороховницах маловато. Басянь, смотри, сколько снежинок, почему ты собираешься, только не эти. Ну, давай, я верю в тебя. Да, я что-то, видимо, реально не понимаю. Ага, ага. Блин, и как мне забраться? Марвин, time to come in. Окей. Окей, такой разочарованный. Может быть, вот именно из-за того, что волшебство такое происходит только ночью, ой, только днём, а вскоре ночь мы должны были обязательно это пережить. Именно поэтому Марвин не может залететь дальше скалы. Нужно было всего лишь собрать все снежинки. Так, хорошо. Сохраняшка. Договорили. И теперь заново нужно это всё делать. А-а-а, вот оно что. Нам, видимо, нужно успевать управляться до ночи. У-у-у, привет, привет, бро. Я, правда, не знаю, как это сделать. Ага, вон, нужно побольше снежинок просто собрать. О-рай-т. О, бобёр. Это, в смысле, дикобраз. Почему я называла дикобраза бобром? Вот, забрались. А-а-а, есть. Хорошо. Чем больше снежинок, тем больше мы летаем, значит. Е-пи. Я снежинку забрал, бро. Ты чё, чё, снежинку не забыл? Ты что? Без снежинок мы не жильцы. Давай ещё раз налево и вправо. Вот так. Е-е-пи. Теперь мы будем проходить тот же самый уровень с самого начала и собирать снежинки. Блин, их так сложно на белом фоне заметить. Но зато чем больше снежинок мы соберем, тем выше смогу летать. И это охренеть, как здорово. О, 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 все есть, по-богу. Еееей! Нифига, вот это воображение у ребенка, представляете? Я, например, просто ела снег. Ну и знала, что там желтый снег есть нельзя, да? А тут целая фантазия с полетами и прочей хренотенечкой. Обалдеет, обалдеет. Я до сих пор удивляюсь, вот серьезно удивляюсь. Самый каждый крайний раз удивляюсь, насколько богата и великая фантазия детей. Они могут из обычной тени сделать огромного страшного монстра, якобы Богимена, вы знаете, да? Много в американских историях присутствует Богимена. Я думаю, вы не раз с ними уже встречались и в фильмах, и в мультиках, и даже в сериале Зачарованных был Богимен. Что безумно прикольно, как я считаю. Он прям напоминает мне какой-то с GTA, наверное. Потому что там тоже они очень часто любят говорить «alright». А-а-а! О, блин, не забрала снежинки. Надо же так. Хорошо, сейчас еще раз спущусь в это подземелье. Зато я запомнила, что в подземелье есть снежинки. Меня уже теперь не проведешь и не обманешь. Давай еще раз, поехали. По новой. Выше взлетай, Марвин. Некогда ждать. Е-е-е-е-е-е-е. Ну все, блин. Забрали снежинки, только из-за этого нам приходилось спускаться вниз. Теперь назад! Тоже хочу снежинки. Может быть полепить, что ли, с этой... Поделать, что ли, снежинки из бумаги. Помните такие есть? Складываешь их несколько раз, режешь и развешиваешь. В детском саду так делали. Вот тоже, да, в детском саду. Не чтобы купить нормальные игрушки. Давайте вырезать снежинки из бумаги. Охренеть, это же так весело. Абсолютно безумно развивающаяся головоломка. развивающаяся. Развивающая я имела ввиду. Вот видите, настолько неразвивающая, что даже я в 21 год не могу выговорить это слово. Надо, наверное, там еще одну снежинку собрать, потому что как-то некрасиво получится, что ли, что мы ушли, а снежиночка одна на уровне осталась. Она такая скучает, такая яйка. Прям Новый год скоро, и эту одну бросили. С разбега и... Эх, сейчас еще раз, еще раз, еще раз. Я поняла. Нет, ну давай, ну Марвин, ну че ты? Мне кажется, мы не сможем забрать эту снежинку. Хотя бы из-за того, что у Евы не хватает пуканчики, заряда. А чтобы кататься на санках, нужно нажимать B или B. Здорово. Такой выбор великий. Просто богатейший выбор. Давайте нажмем B или B. Нет, видимо, еще нужно немножечко пособирать. Ладно, я про тебя помню, бро. Не переживай, я тебя не забыла. Есть. Здесь нам ничего не нужно. Зачем мы сюда прилетели? Это неважно. Главное, что мы это сделали. Может быть, уже вот после вот этих снежинок я смогу полететь и нормально собрать ту большую? Ну, пожалуйста, очень хочу. Все, пойду соберу. Наверное, вот сейчас у меня точно хватит заряда. Ну что такое? Вы че гоните? Я уже столько снежинок пособирала, а это все еще в недосягаемости? Ну, блин. Зато теперь понятно, что уровень сложности не такой, что простой. А тебе не вот просто пришел и пробежал все уровни, ничего при этом не делая. Теперь нужно очень сильно даже стараться. Ага, уговорить. Подожди, подожди, подожди. Ты рано радуешься, рано радуешься. Не говори, гоп, пока она припрыгнешь. Всю жизнь, так мама говорила. Птичка умерла. А, нет, нормально. Она просто разбилась. Есть. Мне нравятся эти звуки маленького счастливого малыша. Порадоваться хоть чему-то в этом мире. И... Блин, ладно. Тут мы уже, видимо, никак не сможем. Наверное, у нас там какие-то более крутые головоломки впереди уготовлены, с помощью которых мы будем забирать больше снежинок и сможем вернуться назад для того, чтобы достать их с самой верхушки какой-либо елки. Давай еще раз попробуем. Оп, есть. Это есть. Может быть, их ту все-таки можно уже забраться вернуть. Нет, ладно, все, Ева, не ведись на это. Ты не сможешь это сделать. Ну, подожди, подожди. Ты, блин, такой прям... Вот я как будто в Sony Plus Station 1 играю. Знаете, там раньше постоянно были такие игрушечки. Так, тут туда мы уже не доберемся. Хорошо. Это значит, нужно чуть-чуть попозже делать. Лисичку мы уже рисовали. Нет, здесь... Попробуй встать, Марвин. Попробуй. Не можешь? Ну, ладно, хорошо. В следующий раз. Я не расстраиваюсь. Все бывает. На санках не хочу кататься. Я понимаю, что они, в принципе, придуманы для разнообразия геймплея. Не только, чтобы ходить по уровням и нажимать дважды буковку А, но вообще вот как-то вот ну не прет, ну не знаю. Ну да, санки. Ну, наверное, здорово. Но как-то неохота. Вы знаете, они напрягают немножечко меня. То есть ты понимаешь, что у тебя появляется дополнительная кнопка, на которую нужно не забывать жать. А зачем? Зачем, если и так все достаточно просто? Так, наверх мы все даже подняться не можем пока. У нас сниженок еще очень-очень-очень мало. Давай, Марвин, я верю в тебе. Кстати, на этот Новый год хотела сделать что-нибудь костюмированное себе, но потом поняла, что это, в принципе, нет необходимости в этом. Настя, сия, ген. Харапа, хат чакала. Здорово, видите, Марвин, попей горячую шоколадику. Ну давай, раз угощаешь. Я выпью какао и подальше исследовать. I'm getting tired. Я устал, короче, пойду спать. Это сохраняешь. Can we read the elf-циклопедия? Можем ли мы посчитать? Не-не-не, я выпью шоколадик и пойду дальше. Так, good luck, албье! Ну давай, удачи, бро! Попили шоколаду, пошли дальше. Что еще? Похоже на солдатиков, на маленьких, но никак не на эльфов. Нам, говорит, пора копать. Тоже мне гномы алмазы добывают. И что я сделаю тебе? Чем я тебе покопаю? Ого! Он сам копает. Охренеть! Да ладно! И что тут? Секретный уровень. Нет, не секретный уровень. Тот же, тот же глупый лес. Ну и что ты мне сюда привез? А-а-а! Все! Вспомнила! Там есть суперснежинка наверху, да? Которую мне очень-очень нужно было забрать. Помню, 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 помню. Спасибо, что привела меня сюда. На самом деле, этот быстрый путь, он как бы нужен, если на первом уровне нужно что-то носить. Но, это как было, знаете, в Ратиконе. То есть, там собираешь какие-либо руны и относишься на первый уровень. Это было бы очень полезно в Ратиконе. Жаль, что там не было таких смышленых эльфов. А в Марвине? Ну, хз. Чем можно заниматься в Марвине? Я даже представить не могу. Так, давай, Марвин. Вот сюда. И-и-и! Спасибо, спасибо, спасибо. Овации не обязательны. Так, возвращаемся в пещеру эльфов. Наверное, там дальше уже можно будет пройти куда-то. Что я сделала? А нет, все правильно я сделала. Она еще ниже. Она ниже уровня. Сохраняшки тут есть? Нет, нам пока не надо. Это нам все пока не надо. поехали. действительно все понятно теперь на горочка значит передвигаемся тихо тихо полегче бро да не ну хорош но нет но я еще не мама опять короче испортила все такое дикое путешествие у нас было ведь спать спать я только такой разгон взяла бешеная вы посмотрите на это сам нас спать уложили вообще на самом деле странно что родители зовут его лишь спать а целый день ребенок у них находится на улице без завтрака ужина обеда так уж типа ну не умер и ладно вернуться домой хорошо не вернулся жалко но заведем как собака в общем спасибо с вами была ева и надеюсь подарила мне немножечко новогоднее настроение с марвин смит и продолжим все еще и всем спасибо всем пока